Всем привет друзья, вы на канале Профон. Сегодня рубрика Сотовая связь в России. Не поговорим мы о ЕСИМ карте, а точнее нет, об эксклюзивной функции, которую поддерживает только во всем мире только один единственный аппарат и называется он айфон. 13, 13 про, 13 мини и 13 про макс. Больше я нигде не нашел, ни в интернете информации, чтобы кто-то еще поддерживал, а именно функцию одновременная работа целых двух ЕСИМ. Что такое ЕСИМ, как ее подключить, какие операторы ее поддерживают и все вот такое, вы найдете в других моих роликах, их благо достаточно, я выпустил. Вот этот, вот этот, ну и так далее. А сейчас речь идет именно об одновременной работе двух ЕСИМ. Вы спросите, нафиг это нужно? А отвечу. Вы, например, поехали в другой регион или за границу. Да мало ли какие ситуации, вам нужно удаленно активировать другого сотового оператора. Либо у него тарифы лучше, либо зона покрытия, либо еще что-то. И как быть, если у вас, например, стоит одна ЕСИМ, и вам нужно еще вторую одновременно включить, а не как купить айфон 13, и тогда будет работать. Работу данной услуги я протестил. И как это выглядит на практике. А на практике я буду это все показывать на своем айфон 13 про. Существует раздел настройки, туда именно мы и заходим. Здесь есть такой пункт сотовая связь. И здесь есть сотовые тарифы. Сейчас у меня установлена в качестве основной сим-карты физическая от мегафон. Кстати, чуть не забыл, хочу пояснить, что айфоны для Гонконга, которые азиатские, на две физические симы, я не беру в расчет. Там все элементарно. Они ЕСИМ не поддерживают. То есть, ставил одну сим-карту, значит она одна работает. Ставил вторую, значит работает еще и вторая. И точка. А про все остальные айфоны, которые с одной сим-картой и поддерживают ЕСИМ, я и говорю. Так вот, раздел сотовые тарифы. Основной номер у меня сейчас оператора мегафон. А дополнительный номер, как я его назвал рабочий, у меня сотовый оператор МТС. Потянув справа вверху, мы видим, основной главный оператор у меня мегафон, это верхняя всегда строчка. Зависит от того, какой интернет используется по умолчанию, то есть главный. Поскольку главный у меня интернет от мегафон, значит мегафон на первой строчке. А вторая, второй номер у меня МТСовский рабочий, значит у меня это вторая строчка. Но здесь все как бы просто. Одна физическая, одна ЕСИ. Давайте попробуем сейчас отключить одну физическую сим-карту и подключить вторую ЕСИ. Для этого выбираем, ну скажем, давайте выберем Тинькофф. Включить. Телефон сразу задает вопрос. Выберите сотовый тариф, который нужно выключить. Чтобы начать использовать этот сотовый тариф, нужно выключить один из существующих тарифов. Выключить основной. Выключаем. Настройки по умолчанию изменены. Номер групповой связи по умолчанию изменен. Тариф сотовых данных изменен. Окей. И вуаля, сразу вверху мы видим, как отключился мегафон. Нет сети. Опа! И горит Тинькофф и МТС. И вот, пожалуйста, две ЕСИМ одновременно в телефоне. Можно полноценно выбирать, с какой звонить. Выходить в интернет, ну и так далее. Ну круто! Но здесь я в ходе теста заметил некое ограничение. Сейчас вам покажу, о чем идет речь. Смотрите, у меня в телефоне есть две ЕСИМ. Соответственно, давайте... Одного сотового оператора, прошу заметить. Давайте попробуем включить, что вы увидите. Выключить рабочий. И все. То есть, смотрите, какая история. Горит только один Тинькофф. Второго Тинькоффа не видно. Ну, я подумал, так, может быть, воспользоваться услугой Тинькофф, изменить имя оператора, и тогда все заработает. Для этого давайте зайдем в Тинькофф Мобайл личный кабинет. Кстати, мне непонятно, мне кажется, прикольная услуга. Почему ее не предоставляют основные сотовые операторы? Здесь выбираем раздел «Услуги». И в услугах видим имя сети. На тарифе 6.0 в Тинькоффском она предоставляется бесплатно. А на старых тарифах, там 4.0, услуга стоит 99 рублей в месяц. Ввести название. Какое название введем? Давайте про фон. Так, продолжить. Подключить. И ждем. Подтвердить. Отличное имя мне пишут. Ну, давайте посмотрим, что-то произошло. Давайте, чтобы уж по фуншую перезагрузим айфон. Чтобы перезагрузить айфон жестко, мы нажимаем вначале кромку «Повышение громкости», потом «Понижение громкости» и кнопку «Выключение». И ждем. До посинения загорается «Выключить», но мы не перестаем жать «Выключить». И ждем, пока экран не погаснет. Все, погас. Не отпускаем, пока не загорится яблоко. Во! Вот так именно осуществляется жесткая перезагрузка айфон, который без кнопки. Ну, последние, там, 12-е, 13-е и так далее. Но ждем, пока он загрузится. Интересно посмотреть, как название Тинькофф поменяется на Профон. О! Смотрите, загорелось. У меня теперь оператор Профон. Всем видно? Ну, что, круто. На стиле. Где же наша тройка, там, или четверка? Почему Теледва такую функцию не включат? Ведь Тинькофф на базе Теледва? Непонятно. МТС, Билайн, Мегафон. На стиле. Пиши, что хочешь. Хоть слово из трех букв. Ну, в смысле «Ура» или еще что-нибудь. Непонятно. Ну, так вот. К сожалению, переименование сотового оператора никаким образом не помогло. iPhone ни в какую не хочет работать одновременно с двумя eSIM, если они одного сотового оператора. Так что вот оно ограничение. Но, вы знаете, я пока тут тестил, нашел удивительный парадокс. Если вставить физическую сим-карту, там, допустим, Билайн, и активировать eSIM, Билайн, то есть две сим-карты одного оператора. Одна физическая, другая eSIM. И они работают. Странно. Давайте я покажу, как это на практике выглядит. Для этого я подготовил скрепку. Открываем лоток. Вынимаем физическую сим от мегафона и вставляем физическую сим-карту от Билайн. И вот, посмотрите, как это на практике происходит. Мне же надо все показать вам, мои дорогие друзья, чтобы вы все видели. Не просто на словах, а на деле. Итак, вставили физическую сим-карту от Билайн. Заходим. О, сразу загорается. Добавление сотового тарифа. Всем видно. Далее вы можете указать, за место какого. Ну, давайте за место первого Тинькофф. Включим Билайн. Прошу заметить, eSIM работает точно так же, как и физическая сим. И скорость интернета, и звонки, и все услуги, и функции доступны. Как будто это физическая сим-карта. Так вот, смотрите, мы имеем Билайн и Профон. Давайте теперь включим eSIM от Билайн. За место Тинькофф 2. Да. И что мы имеем? Идет загрузка. А имеем мы два сотовых оператора Билайн, одновременно работающих. Вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать. Так, давайте подытожим. Эксклюзивная функция, которая поддерживает последние модели iPhone 13. Mini, Pro, Pro Max и Pro 113 iPhone. Одновременная работа eSIM. Возможно, если операторы разные. Раз. Следующий вариант. eSIM одна работает без проблем с физической еще сим-картой. Даже с одинаковыми сотовыми операторами. Ну вот, в принципе, и все, что требовалось вам показать, доказать, рассказать. Ну и про услугу Тинькофф. Об изменении имени сотового оператора. Тоже не забывайте. Стильные, надежные и удобные вам связи. А с вами был Кирилл на канале Профон. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok